здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня предлагаю достаточно коротенькое видео я хочу небольшой интерактив чик сейчас я ну очень внимательно слежу за нефтью давайте посмотрим что происходит с нефтью вот посмотрите это график на финвизе нефти марки brent это дневной график вот часовой график посмотрите что в последнее время вот это вот вот это вот скачок это когда иран сказал среди ночи что будет атака на американцев на территории ирака и нефть скакнула но потом когда выяснилось что атака будет очень сказать ничего особенного и никто не пострадает нефть упала ну а потом когда еще и трамп заявил там миролюбивая такое заявление о том что ничего не будет отвечать нефть упала вот до сих пор и несколько дней уже нефть держится вот на этом уровне смотрите она уперлась сюда значит отпрыгнула снова уперлась сюда же отпрыгнула и вот здесь вот в такой ситуации находится и от того куда пойдет нефть конечно же очень сильно все но многое зависит и она может пойти как вверх так и вниз сейчас я хочу задать вам вопрос мне просто интересно вот сейчас вы увидите вот там вот в левом верхнем углу значок с опросом куда пойдет нефть вырастет или упадет я вас очень прошу проголосовать а в комментариях очень интересно чтобы вы написали до какого уровня вырастет или упадет нефть это очень очень интересно почему это интересно во первых я сам в растерянности лично я считаю что она на самом деле вырастет и вырастет где-то до шестидесяти девяти как минимум но есть вероятность того что она упадет посмотрите вот дневной график если посмотрим ну то есть видно что она росла 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 сейчас она вот где-то на минимуме ну вот она и до 75 может вырасти запросто вот но что говорит о том что нефть должна вырасти давайте посмотрим на фьючерсы вот фьючерс на s&p 500 посмотрите он продолжает расти что это значит значит что все хорошо типа в промышленности сша и значит и во всем мире на самом деле потому что но все зависит от в основном вот от этого индекса то есть то есть кстати индекс ртс тоже растет то есть вроде как потребность в нефти мировая должна возрастать увеличиваться с другой стороны давайте посмотрим сейчас вы знаете что идет конфликт сша и иран давайте посмотрим где находится у нас иран вот сейчас вы видите где находится иран вот теперь давайте посмотрим вот он иран вот он ирак и вот здесь это саудовская аравия вот здесь находится где-то в саудовской аравии самые крупные ну во первых месторождения крупные и установки по обогащению нефти там по обработке нефти и я так понимаю что вот отсюда они переплавляют нефть морским путем вот через этот пролив вот этот пролив называется персидский залив если кто не знает иран это очень древняя страна и в древние она называлась персия и залив персидский теперь посмотрите эль кувейт видите да это кувейт тоже нефтедобывающая страна вот багдад это ирак дальше это тоже нефтедобывающая страна и если они нефть везут танкерами то вся эта нефть идет вот здесь вот этот вот малюсенький пролив вот здесь вот это армузский вот он армузский пролив то есть все эти танкеры идут через армузский пролив то есть если иран если начнется заваруха то вот здесь вот перекрывается здесь объединенные арабские эмираты здесь катар здесь саудовская аравия здесь кувейт здесь ирак и вся нефть отсюда если как бы будет запрет на нефть вся нефть отсюда прекратится то есть достаточно большие потоки нефти в мире остановятся что к чему это приведет это приведет к дефициту нефти нефть должна вырасти с одной стороны а с другой стороны мы видим что все индексы повышаются то есть потребность нефти повышается еще один фактор который есть это долги американских независимых нефтяных компаний которые очень здорово заинтересованы в том чтобы цены на нефть выросли но не знаю какие из этих факторов сработают я просто вот это вот такие факторы которые я привожу факторов которые в пользу падения нефти я не вижу и именно поэтому и вполне возможно что она упадет потому что ну мало кто считает что нефть упадет поэтому вполне может быть что нефть возьмет и грохнется вот запросто кстати сегодня пятница а в пятницу выходит достаточно значимые данные обычно обычно это происходит вечером от компании бейкер хьюкс о количестве буровых в америке это те самые буровые которые добывают сланцевые нефти и от них тоже очень сильно зависит вот такие значит соображения куда пойдет нефть еще раз спрашиваю значит напишите пожалуйста вырастет или упадет и если вырастет то то до каких значений она вырастет если упадет то до каких значений она упадет и по большинству голосов дальше в следующем видео я расскажу ну например что можно сделать можно например если вы считаете что нефть вырастет то можно купить фьючерс на нефть с тем чтобы попозже ее продать и если вы считаете что нефть упадет можно в шорт открыть этот же фьючерс то есть продать эти фьючерсы на срочном рынке это никаких платежей за шорт не надо платить поэтому мы можем открыть в шорт и сыграть на этом шорт а можем купить опционы и и вот в следующем видео я как раз и хочу показать что будет дешевле и сравнить разные варианты мы можем например купить опционы колса стран с разными страйками от чего это зависит а мы можем продать например опционы put и что будет в этом случае поэтому мне очень важно ваше мнение мне хочется знать большинство за что и по каким причинам тоже очень интересно то есть ваше соображение а в следующем видео то есть те кто вот ну какое-то большинство мнения сформируется общее мнение тогда мы уже будем думать ночи я рассмотрю вариант например с покупкой фьючерса или там с продажей фьючерса и соответственно после этого мы будем или сразу хеджироваться опционами на сегодня все жду ваших комментариев спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк оставайтесь на моем канале с вами был демитков юрий до встречи